Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриер, это Коммунальный патруль, наш первый эфир на толке. И вот в чем будем разбираться сегодня. Мусорную реформу в ведро. Почему и кто недоволен работой регионального оператора? Без разбору. Объясняем, почему в городе так и не работает система раздельного сбора отходов. И позаботьтесь сами. Самым сознательным даем советы, как сортировать мусор в домашних условиях. Но вначале напоминаем Коммунальный патруль. Это программа, в которой может участвовать каждый из вас. Как это сделать? Сегодня на нашем портале толкньюс.ру начинает работать интерактивная карта. Это своеобразный банк коммунальных проблем, который будете формировать вы сами. Для того, чтобы нанести на карту проблемное место, ваш дом, участок дороги, точку прорыва водопровода, просто зайдите на сайт и заполните специальную заявку с описанием проблемы. Прикрепите видео или фото. Ваша геометка будет менять статус с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда Коммунальный патруль принял в разработку эту тему. И до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Первые метки на карте уже появились. Это многоквартирные дома, которые столкнулись с плохой работой регионального оператора, который стал монополистом на рынке вывоза и утилизации бытовых отходов. Ревизию провела Анастасия Дороган. Алтайский край к такому не готов. Так, о мусорной реформе в начале апреля отзывались некоторые депутаты. Даже просили отложить ее реализацию в регионе. Проблем, как и мусора, горы. Масштабнее всего они, конечно, в Барнауле. Об этом и расскажем. В этом частном секторе мусор на вес золота. Дорого обходится окружающим. Съеденная использована с нескольких улиц здесь. Бак теперь уже рекуператора всего один. В другом районе мусор собирают более презентабельно. В частном секторе бестарная система сбора мусора. Пакеты выстраиваются вдоль дороги. И тут главное, чтобы их успели забрать, прежде чем их растащат собаки. На момент съемки 11 часов дня. Может стоять и дольше. А это как-то будет решаться? То есть будет заключен какой-то договор с прописью конкретных часов? Ну, он бы как бы и определен, но не соблюдается. Возможно, рекуператору не хватает своих сил, отчего компания ищет подрядчика для двух районов города. А непонятный график тянет за собой другую проблему. Некоторые не доносят пакет до контейнера, или его туда не поставишь, и лежит он на земле. И продолжает лежать даже после работы рекуператора. Рекуператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался. А бывало такое, что вываливался мусор? Конечно, бывает. Но вы сами поднимаете, да? Конечно. А то некоторые жалуются, что вот приезжают, роняют и уезжают. А бывает, что у них самих тут так вот посыпано, то мы их убираем. Не убираем? Не убираем. Да. До января 2019 года все мусорные вопросы решала управляющая компания. В январе пришел рекуператор ЭК-комплекс и взял на себя обращение с ТКО. Как это работает на деле, никому не понятно. Содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Под содержанием включается в себя организация контейнерной площадки, о ее строительстве и оборудовании в соответствии с нормами САНПИН оборудования ее баками для сбора отходов. Для оборудования баками рекуператор предлагает УК покупать их по 7 тысяч каждый или брать в аренду у него же. А постановление правительства диктует другое и отдает покупку контейнеров тому, кто с ними работает, рекуператору. Да, сейчас денег на это у компании нет, эти расходы не предусмотрели. Но за 4 месяца ЭК-комплекс не сделал ничего, чтобы разрешить вопрос. Заявка об изменении тарифа в краевое управление не поступала. Другой камень преткновения – уборка. Еще один документ гласит, что из минимального перечня услуг и работ УК уборку площадок на придомовой и общей территории вычеркнули, а надзорный орган оперирует другим. Уборку контейнерной площадки должна осуществлять управляющая организация, а уборку мест погрузки при транспортировании, допустим, с контейнерной площадки ТКО в мусоровоз, если что-то просыпалось, то это лежит обязанность на региональном операторе. Но представьте, что есть случаи, когда выкатывать бак для погрузки не нужно. Тогда место погрузки по логике совпадает с площадкой. И уже предостаточно дворов, когда законодательство не понимает ни УК, ни регуператор, и мусор никто не трогает. Эти вопросы мог бы разъяснить общий договор, но по неофициальной информации, большая часть коммунальных компаний его не заключили. Их не устраивают условия сделки. Получается по факту, что если я исполнитель услуг, я должен стопроцентно рассчитываться за ресурсы, которые предоставляют мне. Я вообще считаю, что это определенный узаконенный механизм банкротства управляющих компаний. Долгое время было. И в самом договоре есть непонятные пункты. В обязанности их потребителя обеспечить доступ машины-рекуператора к контейнеру. Но если рекуператор приехал, а доступа в этот момент нет, он разворачивается, а услуга считается оказанной. Или рекуператор предлагает УК четко прописывать, что оплачивает человек. Если нет указаний, что это тариф на мусор, то эти деньги идут в счет погашения издержек кредитора или процентов. В счет погашения долга тех, кто за мусор не платит. Вот только получается, что по документам и сам этот человек не уплатил. И на его долг опять накапают проценты. Процесс бесконечный. А дальше, предположим, долг УК растет. И определенная сумма задолженности по договору будет причина для расторжения рекуператором договора с этой УК. Хотя как это возможно, если рекуператор монополист, непонятно. Сейчас рекуператор начинает слышать УК и устранять разногласия. А пока идут приговоры, заканчивается четвертый месяц мусорной реформы. Так обстоят дела с вывозом мусора. Но это не единственная обязанность регионального оператора. В положении реформе сказано, что кроме того, мусорный монополист должен отходы еще и сортировать. Или все-таки не должен. Или как-то не так мы понимаем написанное в официальном документе. Прочесть строки нового закона. Правильно. Помогла нам Екатерина Тертишникова. Экоактивисты с движением мусора больше нет. С Екатериной я поговорил накануне. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все-таки по мусорной реформе рекуператор, он обязан сортировать, не обязан сортировать? Как вообще поставлен этот вопрос? Конечно, раздельный сбор в новом законе он прописан. И с января 2019 года по закону все регионы, все субъекты Российской Федерации должны были перейти на раздельный сбор. Но, как мы поняли из того, как мы общались с представителями администрации, раздельный сбор, он носит все-таки рекомендательный характер. То есть мы все понимаем, что нам задан вектор на раздельный сбор, и в том числе и всем региональным операторам он задан. Но каждый региональный оператор в каждом субъекте решает этот вопрос по-своему. И где-то это действительно хорошо налажено, потому что регоператор очень в этом заинтересован. А где-то ситуация хуже. И у нас есть закон, по которому должен быть раздельный сбор. К этому закону в каждом субъекте Российской Федерации была разработана территориальная схема. Территориальная схема – это, по сути, карта всех мест, где образуются логистики, как это должно быть, и какие должны быть комплексы по переработке. И по переработке чего, каких видов вторсырья. У нас данная территориальная схема есть, и она у нас выложена на сайте, она вообще в открытом доступе находится, любой житель может с ней ознакомиться. В ней предусмотрен раздельный сбор. По оценкам экспертов, на организацию раздельного сбора в Алтайском крае нужно около 12 миллиардов рублей. И мы прекрасно понимаем, что такой суммы нет ни у края, ни, скорее всего, даже у бюджета Федерации. И здесь не обойтись без инвестиций. Ну, то есть выглядит это так. Главная задача сначала ликвидировать вот эти проблемы с мусором во дворах, на свалках. Какие они еще могут быть? С вывозом вообще нормально выстроить всю систему по вывозу мусора даже в городе. Если ты хорошо выполняешь свою функцию по вывозу мусора, ты там, возможно, через какое-то время можешь только внедрить раздельный сбор. Здесь понятно. Спасибо вам. Вот так. Не обязан. Хотя, как признались нам некоторые специалисты, это просто отговорки регионального оператора. Тем не менее, если он пока не собирается это делать, то положение новой реформы вы можете выполнить сами. В продолжении нашей беседы с Екатериной Тертишниковой мы поговорили о том, как можно сортировать мусор в домашних условиях. В этом выпуске о пластике. На самом деле есть такой миф, что если ты начинаешь сортировать дома, то тебе нужно 35 ведер для разных видов торсырья. Это далеко не так. Можно иметь всего лишь две емкости. Одна емкость у вас так или иначе уже есть, это мусорное ведро. И в нее нужно просто продолжать скидывать все, что вы не хотите, либо не можете пока понять, либо просто то, что не принимается в переработку у нас. Пластик отличается между собой по маркировке. Я сразу скажу, что он не весь маркированный, и который не маркированный, к сожалению, мы не принимаем, потому что мы сами не знаем, что это, и мы не знаем, что с этим делать. Маркировка. Что такое маркировка? Маркировка – это значок, это цифра с буквами бывает, либо просто цифра, либо буква, которая как раз обозначает, что такое, какой пластик перед нами. Например, вот здесь у нас единица и написано PET. То есть вот это первый вид пластика. Это то же самое, что и обычные PET-бутылки. То есть, если перед нами PET-бутылка, в принципе, можно даже не смотреть, какого она там вида, потому что вот это все идет единица. Что касается двойки, двойка – это HDPE, еще пишут английскими буквами. Как правило, это вот такие флаконы. Двойка часто встречается, она в бытовой химии, то есть практически вся бытовая химия – это двойка. Четвертый вид пластика – это LDPE, то есть если по-русски это полиэтилен низкого давления, как правило, это вот такие пакетики. То есть творог, сметана, у нас бывает вот в таких… что еще, кефир, вот. То есть, в принципе, вот такие пакеты из-под молока тоже, на самом деле, принимаются в переработку. Правило основное – смотрим на маркировку. Если что-то непонятно, пишем нам в группу, задаем вопросы, мы уже знаем, какой производитель из чего делает. То есть можно сфотографировать, вам отправить? Да, у нас так делают. Люди просто фотографируют и спрашивают, если не уверены. Ребята, вы это принимаете? Мы говорим, да, принимаем или нет, не принимаем. Это ошибка. Ну, а то, что перерабатывается, берем и несем к вам. Да, то, что перерабатывается, можно приносить к нам. Если у вас рядом с домом контейнер для PET. Кстати, карта контейнеров для PET у нас есть. И в Двагис, если вы просто можете ввести контейнер для пластика, вам тоже высветится ближайший контейнер к вашему дому. Поэтому PET можно приносить нам, можно скидывать в ближайший контейнер, если вам это удобнее. И все остальные виды пластика тоже можно приносить к нам на акции. Ну, а если вам пока не до сортировки мусора, протекает крыша или дом в аварийном состоянии, В общем, мешает жить любая проблема ЖКХ. Обращайтесь к нам в Коммунальный патруль. На портале толкnews.ru работает интерактивная карта. Заходите, заполняйте данные, прикладывайте видео или фото. Только, пожалуйста, при съемке поверните телефон горизонтально. Вам ведь тоже больше нравится смотреть ролики в телевизоре или интернете не вот так, а вот так. Расскажите нам о ваших проблемах, и мы попытаемся вам помочь. С вами был Андрей Дриер и Коммунальный патруль. До встречи. Продолжение следует...